Набережная Оводи может стать полноценной зоной отдыха. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» студенты Ивановского политехнического университета подготовили проект благоустройства одного из последних неухоженных участков – от Банного моста до Соковского. Это единственный участок, который вообще не тронутый на набережной, а он очень показательный, довольно большой и широкий. Это раз. Во-вторых, почему занялись мы? Потому что наш основной корпус и дополнительный находится на обеих берегах, поэтому студенты, переходя, видят этот участок, им, конечно, хочется что-то сделать. А тут предоставилась такая замечательная возможность, и мы с удовольствием за него взялись. В проекте, предложенном студентами политеха, не только благоустроенная пешеходная дорожка. Фонари, лавочки, клумбы, открытая терраса. По задумке авторов, это место должно стать полноценной зоной отдыха горожан. С другой стороны находится Серебряный парк, и там все время шумно, людно, дети играют, а здесь более спокойная территория. И пройтись, погулять, проехать на велосипеде, как-то отдохнуть душой, полюбоваться внешним видом. Глава города в целом проект одобрил. Этот берег реки, хоть здесь и нет полноценной асфальтированной пешеходной дорожки, горожанами востребован, судя по протоптанной тропинке. А значит, благоустройство ему не повредит. К тому же этот участок берега закольцует набережную на участке от Соковского до Театрального моста. Надо это пространство, я считаю, также встраивать в наш город и делать здесь нормальную пешеходную дорожку, сделать здесь велосипедную дорожку, если она влезет. По охранным зонам здесь газопровод проходит, и поэтому сейчас пока не очень понятно, сможем ли мы ее уместить, но, конечно, надо постараться. А так, я считаю, конечно, что инициатива интересная, то, что это пространство должно у нас быть также наполнено людьми. Но окончательное решение даже не за мэром, а за всеми неравнодушными к облику города ивановцами. Проект благоустройства берега, как только пройдет проверку на соответствие требованиям федерального закона, вместе с другими предложениями в рамках формирования комфортной среды, выложат в социальные сети, где горожане путем открытого голосования сами выберут проект, который необходимо воплотить в жизнь уже в этом году. Возможно, среди них будет и набережная. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.